Свято-Успенская Светогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 28 сентября по 4 октября 2020 года. Седмица 17 по Пятидесятнице. В эти дни Православная Церковь совершает празднование в памяти первомученика Архидиака Настефана. Преподобный исповедника Кукша Одесского. Образа Божией Матери Призрена Смирения, находящегося в Киеве. Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Иксофии. Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. Благоверного князя Игоря Черниговского. Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора. Преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Память свидетеля Дмитрия Ростовского. 28 сентября, понедельник. Память первомученика Архидиакона Стефана. Кровь мучеников – семя христианства. Так восхвалил мученичество Тертулиан, один из вдохновеннейших раннехристианских апологетов. У русского слова «мученик» – греческие корни. Буквально древнегреческое «мартирас» означает «свидетель». С первых веков христианства мучениками называли тех, кто готов был пролить свою кровь и даже пойти на смерть за свидетельство веры во Христа. И воистину, кровь мучеников явилась семенем христианства, ибо множество очевидцев их мужества в стойкости и вере обратились ко Христу. Мученичество всегда было сильнейшим видом проповеди, но вместе с тем и самой страшной формой апостольского служения. Первое повествование о мученичестве мы находим в 6 и 7 главах Книги Деяний Святых Апостолов. Апостол и Евангелист Лука описывает события, случившиеся спустя год после крестной смерти Спасителя. Это история архидиакона Стефана, мужа исполненного веры и духа святаго, как пишет о нем апостол. Он был старшим из семи диаконов, поставленных на служение самими апостолами. Бесстрашно отстаивая свою веру перед иудейскими старейшинами, мудростью побеждая их в споре, святой Стефан был оклеветан иудеями и предстал перед Синедрионом и первосвященником. После пламенной проповеди, обличающей иудеев в гонениях пророков и убиении самого Мессии, которого они так ждали, святого казнили через побиение камнями. Подражая своему божественному учителю, сокреста молившемуся за врагов, его верный ученик и первый мученик за веру, прежде чем принять мученический венец, также вознес к Богу молитву о своих палачах, воскликнув «Господи, не вмени им греха сего». 28 сентября церковь празднует обретение в 415 году мощей первомученика Архидиакона Стефана. Доблестный воин Христов положил начало мученическому подвигу за веру всем последующим поколениям христиан, показав пример непреклонной решимости в исповедании Христа и евангельского отношения к врагам. Святый первомученичий Архидиаконе Стефане, моли Бога о нас! 29 сентября, вторник. День памяти преподобно-исповедника Кукши Одесского. Чествование образа Божией Матери, призренно смирение, находящегося в Киеве. В этот день, в 1994 году, митрополитом одесским и измаильским агафангелом было совершено обретение мощей известного и почитаемого старца Кукши Одесского. Преподобный Кукша Величко, исповедник и чудотворец, один из светильников веры, что освящали тьму богоотступничества, духовного оскудения и невежества, мятежного 20-го столетия. Всю свою жизнь он сохранил глубокое сострадание и любовь к людям, невзирая на гонения, заключения и ссылки, которые довелось претерпеть. Преподобный имел поистине христианские смирения и кротость, отличаясь искренним смиренно-мудрием. Его святые мощи покоятся в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре, куда притекают тысячи паломников, укрепляясь в вере и получая благодатную помощь. Стоит упомянуть о духовной связи преподобного Кукши и почившего блаженнейшего митрополита Владимира. 25 августа 1962 года в Одесском Успенском монастыре Иерей Виктор Сабодан был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира. Во время пострига восприемником будущего предстоятеля Украинской Православной Церкви стал схиегумен Кукша Величко, на то время исполнявший послушание духовника обители. Также 29 сентября совершается празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» Киевского Введенского мужского монастыря. В августе 1993 года лик Богородицы с Богомладенцем чудесно отобразился на стекле, прикрывавшем, но не касавшимся иконы. В 1995 году Священным Синодом Украинской Православной Церкви образ Божией Матери «Призри на смирение» признан чудотворным. Икона написана в стиле «Одигитрия» или «Путеводительница». Да, Царица Небесная – наша путеводительница ко Христу. Взирая на ее святой образ, мы просим благодатной помощи в борьбе со своими страстями и, в первую очередь, дарование хоть в малой мере того, что мы не имеем, столь угодного и приятного Богу смирения. Молитвами преподобно-исповедника Кукша Одесского «Пресвятая Богородица, спаси нас!» 30 сентября, среда. День памяти мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. Святые мученицы жили во II веке в Риме, во время царствования ревностного гонителя христиан императора Адриана. Рано овдовев, София осталась с тремя маленькими дочерьми. Дав им имена трех христианских добродетелей, богомудрая мать воспитывала дочерей в христианской вере и благочестии. Слух о вдове-христианке и ее детях дошел до императора, пожелавшего их увидеть. Горячо помолившись, мученицы прибыли во дворец словно на торжество. Все поразились спокойствию христианок. Смело исповедуя веру во Христа перед царем, они не послушали ни угроз, ни уговоров. Тогда нечестивый царь велел на глазах у матери по очереди мучить ее дочерей, начав со старшей. Укрепляемые Господом девочки мужественно претерпели муки и были обезглавлены. Для продления мучения матери, Адриан отдал ей истерзанные тела детей. Святая София похоронила дочерей и, неотступно пребывая три дня на их могиле в молитве, предала свою многострадальную душу Богу. На момент казни вере было 12, надежде 10 и любове 9 лет. 30 сентября, в День памяти святых славных мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии, строящийся силами Святогорской лавры, соборный храм города Святогорска, посвященный этим угодницам Божиим, отмечает свой престольный праздник. Ежегодно в этот день в храме-имениннике совершается торжественное богослужение, за которым все верующие соборно просят святых мучениц о заступничестве, чтобы святыми их молитвами Господь и всех нас утвердил в вере, надежде и любви и даровал нам премудрость Божию. Радуйтесь, вера, надежда и любы, купно Софии ее, матерью вашу, премудрою. 2 октября, пятница. Память благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Князь Феодор жил в XIII веке. Его младшие сыновья Давид и Константин родились в Орде от брака князя с дочерью хана Мингутемира, нареченной в крещении Анной. Закончил свои дни благоверный Феодор в Ярославле. Заботился о благе города и его жителей и построил много храмов. После него княжил его сын, святой Давид, который скончался в 1321 году. Святой Константин почил ранее брата. Церковное почитание святого князя Феодора началось вскоре после его смерти. Мощи святых ярославских чудотворцев были обретены в 1464 году и прославились чудесами. Ныне покоятся в одной раке в Феодоровском кафедральном соборе Ярославля. Блаженный Игорь, великий князь Киевский, пострадал в 1147 году в Киеве. Это было смутное время, город сотрясали жестокие междоусобицы. Князь Игорь был из ненавистного киевлянам рода Ольговичей, княжение его продлилось недолго. Вынужденный бежать, страдалец был схвачен и какое-то время находился в плену. После был заточен в монастырь, где пожелал принять пострих, а затем и Великую Схиму с именем Игнатий. В угаре очередной братаусобицы, озверевшая толпа, жаждавшая мести роду Ольговичей, ворвалась в монастырь и растерзала ни в чем не повинного князя-схимника во время молитвы. Икона Пресвятой Богородицы, пред которой молился князь-страстотерпец в час своей мученической кончины, с тех пор именуется Игоревской. Убиение святого князя случилось 2 октября 1147 года. Спустя три года у его могилы стали происходить чудесные исцеления. Подобно своим сродникам, первым русским князьям-страстотерпцам Борису и Глебу, князь Игорь жизнью своей проповедовал о том, что за зло нельзя воздавать злом, и следует беречь мир даже ценой собственной жизни. По словам святейшего патриарха Кирилла, на примере жития князя-страстотерпца мы можем ясно понимать, что является решающим для признания человека святым. Он принимает страдания, являя при этом силу христианского духа, смирения и любви, как сделал это блаженный страстотерпец, великий князь Игорь Черниговский. Страстотерпче княже Игоре. Моли Христа Бога, о мире Глубоце, страну нашу соблюсти. В субботу 3 октября Святая Церковь молитвенно воспоминает святых мучеников, исповедников и чудотворцев Черниковского князя Михаила Всеволодовича и его верного друга-исподвижника Боярина Феодора. В 1246 году в этот день они трагически окончили свой земной путь. Первое письменное свидетельство об их подвиге веры составил очевидец тех событий некий священник Андрей. В то время всех приезжающих на поклон к хану Батыю обязывали прежде совершить языческие обряды, и ради владения желаемыми землями многие из князей со своими боярами шли на это, изменяя своей вере. Вызванный во рду князь Михаил воспламенел желанием исповедать Христа и пообещал своему духовнику, что за веру христианскую готов пролить свою кровь. Тоже обещал и его боярин Феодор. Поход в Ставку Батыя окончился для них мученическим подвигом. По приказу хана за отказ исполнить языческие обряды и открытое исповедание своей веры мучеников жестоко избили и обезглавили. «Не хочу только по имени христианинам называться, а поступать как поганы», так отвечал князь Черниговский на уговоры прибывших к ним во рду внука Бориса с боярами. Мученики Черниговский князь Михаил и его боярин Феодор, жизнь свою за веру во Христа положившая, стали одними из самых почитаемых древнерусских святых. Явивши собой олицетворение несломленности Святой Руси, они преподали урок веры не только своим соотечественникам, но и всем нам. В молитвах к святым мученикам мы просим у Бога укрепления в вере и непоколебимой твердости в ее исповедании. Также 3 октября празднуется память преподобного и благоверного князя Олега Романовича Брянского в крещении Леонтия. Святой князь был внуком мученика князя Михаила Черниговского и сыном благоверного князя Романа Михайловича Брянского, а также племянником преподобной благоверной княгини Ефросинии Михайловны Суздальской. Достойная ветвь святого древа, князь Олег смысл своей жизни видел в служении Христу. Его боголюбивая и смиренная душа тяготилась богатством и мирской славой, стремясь к монашеству. Отказавшись от княжеского престола в пользу своего брата, князь Олег удалился в монастырь, где принял пострих с именем Василий. Много лет святой вел строгую монашескую жизнь в основанной им Петропавловской Брянской обители, где около 1289 года мирно отошел ко Господу. В воскресенье 4 октября совершается отдание праздника воздвижения Животворящего Креста Господня и почитается память Дмитрия Ростовского, святого, которого иногда именуют украинским или русским златоустом. В этот день были обретены его честные мощи. Златословесный учитель Восточной Церкви, угодник Божий, много потрудился на неве церковного просвещения, проповедничества и научения церковного народа таинством и истинам христианской веры. Среди множества его духовно-нравственных трудов – знаменитые чей-ти именей. В течение 20 лет святой тщательно собирал, дополнял и исправлял жития и поучения. Плодами многолетней усердной работы великого святителя и одаренного ученого явилась фундаментальная агеографическая энциклопедия в 12 томах. В Святогорской лавре этот день – один из престольных. Левый предел ее Успенского собора посвящен трем святителям, в числе которых Дмитрий Ростовский. Также 28 лет назад в этот день возвратилась в родной обитель чудотворная Святогорская икона Божией Матери. В советское время образ был чудом сохранен верующими людьми. 4 октября 1992 года в день обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского святыню торжественно перенесли из города Славянска в Святогорский монастырь и установили в Успенском соборе. Молитвами святителя Дмитрия Ростовского, Пресвятая Богородица, спаси нас! Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok